Алькингит, Дания, лидер датской партии охотнее подружиться с Россией и Турцией, чем США. Андреас Крок, Кристини Карсгар. Алькингит, Дания. 7 марта 2019 года. Дания куда важнее хорошее отношение с Россией и Турцией, чем с США, а конфликт в Крыму и Европы не касается, считает Клаус Рискерпидерсен, основатель партии имени себя. Тема номер один для финансиста Клауса Рискера Пидерсена, Клаус Рискерпидерсен, и одноименной партии, это масштабная реорганизация налоговой системы. Но внешнеполитический курс для политика, ранее обвиненного в мошенничестве, не менее важен. Об этом Рискер поведал сам, приняв корреспондента Алькингит в штабе своей партии на Копенгагенской улице Гамильстрант недалеко от здания парламента. Рискера взволновала российская аннексия украинского полуострова Крым в 2014 году и вступление Дональда Трампа в должность президента США в 2017 году. По его мнению, эти события резко изменили ситуацию в сфере безопасности в Европе. Мы получили протекционистские США, которые замыкаются на себе, как когда-то в межвоенное время. Мы такое уже наблюдали, так что история повторяется, отметил Клаус Рискерпидерсен. Такое положение требует радикальных мер со стороны как Дании, так и всего НАТО, считает глава партии. Учитывая, как США орудует по всему миру, фактически превратив НАТО в некий клуб военных вмешательств в интересах Вашингтона, что, кстати, вовсе не отвечает интересам Дании, мы должны осознать, что НАТО следует снова сделать оборонительным альянсом, каким он и был задуман, считает Клаус Рискерпидерсен. Перестать конфликтовать с русскими по мнению Рискера, Дании не следует ввязываться в конфликт с Россией, продиктованный американскими интересами. Враждовать с Россией Дании попросту невыгодно. С русскими мы сотрудничаем уже 400 лет, считает он. Альтингит, как это понимать? Мы, что же, протянем русским руку дружбы? Клаус Рискерпидерсен, это значит, что с русскими надо перестать конфликтовать. Надо расширять с ними сотрудничество. Вся эта история с Восточной Украиной и Крымом Европы вообще не касается, не наше это дело, как это не касается. Ведь Россия аннексировала часть Украины, а это не европейская страна и никогда ею не была. С Европой она не имеет ничего общего. Это совсем другие люди. Они происходят от монгольских ханов, потом тамошние военачальники сошлись с турками, потом, в 1770-х, там на 200 лет обосновались русские. Так что забудьте. Европейцами на Восточной Украине не пахнет. Так что, получается, нам туда и лест не стоит. Да, это их дело, и нас они не касаются. С точки зрения геополитики, Европа здесь ни при чем. Этот вопрос касается либо России, либо Турции. Но уж никак не Европы. Люди послетали с катушек. Однако Россия Рискер вправе считаться Европой и не отказывает. Россия – европейская страна. Люди совсем с катушек послетали. Даже наш министр обороны. А ведь Россия на Европу никогда не нападала, подчеркивает Клаус Рискер Педерсин. То есть русские – наши друзья? Да, они наши друзья. Просто у нас разный взгляд на то, как должно быть устроено общество. Но одно лишь несовпадение мнений еще не делает вас врагами и не заставляет идти друг на друга войной. По-вашему, в наших интересах поддерживать дружбу с Россией, а не складывать все яйца в американскую корзину? Да, клянусь Богом, это так. Это да, не особенно на руку, потому что Россия – единственная страна, которая может нам угрожать. Вести политику, подобную нынешней, это безумие. Ее давно пора сменить, тут я ни секунды не сомневаюсь. Клаус Рискер Педерсин считает, что бдительность нужна совсем в другом регионе. Единственный наш противник в долгосрочной перспективе – это Китай. И если мы что-то и можем сделать, чтобы эту проблему решить, так это поддерживать хорошие отношения с теми, кто нас разделяет, то есть с русскими. Так что мы поступаем в корне неверно. Мы ведь должны сотрудничать как с русскими, так и с турками. А с турками то почему турки нам жизненно необходимы. Их страна – единственный заслон от всевозможных придурков, которые просачиваются сквозь все границы. Сами их остановить мы не в состоянии, а турки нам помогут. Кроме того, Турция – единственная страна, у которой есть полноценная армия. Турецкие войска составляют половину всех вооруженных сил НАТО, если не считать США, а ведь об этом часто забывают. А мы только и делаем, что злим их. Значит, с ними тоже придется дружить, несмотря на все нарушения прав человека. Да, турки – наша буферная зона от неприятностей. Только новых проблем нам здесь, в Европе, не хватало. А ничего, что у нас куда больше общих ценностей с США. Да, общие ценности – это прекрасно. Встретиться за обедом, слопать по гамбургеру, посмотреть телевизор, вместе повеселиться, посмотреть бейсбол, начать встречаться, стать любовниками. Да, у нас много общего, с американцами мы друзья. Трансатлантический элемент в нашей культуре присутствует, но с точки зрения бизнеса это лишь еще одна сделка. Хватит топтаться на одном месте, больно дорого нам это обходится, заявляет политик. Министр обороны Клаус Йорд Фредериксен, Члаус Йорд Фредериксен, слова Рискера о Крыме и России раскритиковал. Наказание отбыл партия Клауса Рискера Педерсена уже собрала 20 тысяч подписей, необходимых, чтобы принять участие в выборах. Однако Министерство экономики и внутренних дел ее заявку пока что не утвердило. Тем не менее партия уже выдвинула трех кандидатов в основных округах. Один из них, 50-летний Рольф Давид Гадзи. Рольф Давид Гадзи, бывший военный, служивший на Балканах миротворцем ООН. Партия рассчитывает найти еще семерых кандидатов, чтобы на грядущих выборах, которые состоятся не позднее 17 июня, выступить во всех десяти основных округах страны. Точную дату выборов премьер-министр Ларс Лёкера Смусин объявит этой весной. Чтобы пройти фалькетинг, парламент Дании, примечание Перев, партии нужно порядка 70 тысяч голосов, либо один из кандидатов, например, лидер, должен набрать не менее 20 тысяч голосов в одном округе. Сам Клаус Рискерпидерсен ранее заседал в Европейском парламенте. За последние четыре десятилетия он создал несколько компаний, а также был неоднократно суден за экономические преступления. Клаус Рискерпидерсен, бизнесмен, писатель и бывший европарламентарий от консервативно-либеральной партии Винстри, сын деятеля датского сопротивления Кнуда Пидерсена. Дважды разведен, имеет шестерых детей. В 2018 году собрал партию Клауса Рискера Пидерсена. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.